Добрый вечер, уважаемые телезрители жилого телевидения. Сегодня продолжается программа Booking, ведущий в студии Юрий Проскоряков. Нашим гостем является Марк Григорьевич Разовский. И он сегодня прочтет нам продолжение своего эссе «Еще полразговорца». Это последняя часть из того, что мы запланировали вам показать, из новой книги, которая готовится в одном из издательств Москвы к публикации. Книга называется «Папа-мама, я и Сталин». Марк Григорьевич, здравствуйте. День добрый. Да, прошу вас приступить снова к чтению и ознакомить нас в вашем исполнении с вашим авторским текстом, который заканчивает ваше эссе. Да, вы правильно сказали, полразговорца, часть вторая. Да. Дело, конечно, не в Сталине, а в сталинщине. Совершенно неважно, усатый он был или безусый, рябой или чистокожий, грузин, не грузин, с акцентом он говорил или без акцента, и даже какой табак курил, герцеговинофлуор или что-то там еще иное. Суть в другом, дорогие друзья. В том страшном, кровавом зловонии, которое издал этот безбожник, вселив его в народ, в его историю и заразив этим смрадом будущее. Сталин – это Чернобыль на десять поколений вперед. Это наркотик самого низкого пошиба, клей, которым дышим и который лижем, и которым приклеиваемся ко всему, изначально испачкавшись. Сталинщина – та самая сатанинская сила зла, сделавшая людей послушным стадом баранов, не желающих знать правду о себе и продолжающих эту правду или скрывать, или атаковать. 19 миллионов 870 тысяч арестованных и 7 миллионов расстрелянных. Это с 1 января 1935 года по 1 июля 1941 года. Плюс миллионы погибших и загубленных жизней до и после. Но, повторяю, каждый, каждый, кто остался жив, подвергся волей-неволей воздействию сталинских гамма-лучей, в результате чего произошло и происходит по сей день катастрофическое для человечества, и прежде всего для россиян, вырождение и перерождение хомо саппиненс в моральных уродов, последствия культа личности оказались не менее страшными, нежели сам культ вождя. Все деспоты сначала были узурпаторами, и Сталин тут не исключение. Конечно же, он возник не сам по себе, это не случайный трюк истории, не выпадение из ее многовекового течения при всех макро-проявлениях ужасов и кошмаров бытия. У Сталинщины была огромная российская предыстория, имевшая свой генезис деспотизма. Централизованная власть, на которой зиждется Московия, сложилась как необходимость постоянного противопостояния атакам с юга и востока, но даже геополитическая реальность огромных территориальных пространств сказалась в полной мере, вместо противостояния началось вбирание и растворение чужого в своем. Русь сначала омонголилась, потом породнилась с Ордой и сомкнулась с азиатчиной. Теперь Москва как государство укрепилась и развернулась в противоположную сторону, на запад, но уже с наступательными угрозами и действиями. Еще Грозный пошел на Германы, и это после Казани и Астрахани. Новое противостояние, по сути, продолжается по сию пору. И первая мировая, поднесшая нам на блюдечки революцию и фашизм, и вторая мировая, перекроившая Европу и укрепившая Сталинщину, это непрекращающаяся схватка Востока и Запада, продвижение Востока на Запад, которое сегодня, к тому же, приобретает характер мирного врастания в европейскую жизнь. Как Русь когда-то омонголилась, так Европа ныне омусульманивается. Сталин, конечно же, образец деспота восточного типа. И Сталинщина, блистательно воплощая все прелести диктатуры пролетариата, всей своей махиной опиралась на свергнутое самими же большевиками имперское самодержавие. С его нафталином бесчеловечности, бесправия и безнравственности. То, что на Западе квалифицировалось как дикий криминал, у нас норма. Тот беспредел, которым другая цивилизация будет ошарашена и шокирована, нами, обалдевшими от нашей повседневности, воспринимается как бирюлька в игре, как какой-то информационный повод в очередной новостной программе. Апокалипсис здесь не мешает райским наслаждениям и не влияет на хорошее настроение в приятной компании по вечерам. Отречение от памяти происходит сразу после события. Вот такие мы. Мы с вами. Человек вырабатывает защитную идиосинкразию к любому злодеянию и тем самым становится косвенным участником этого злодеяния, потенциальным его вершителем. Сталинщина продуцировала именно такого, нового, а по сути старого человека. Услышим слова Николая Бердяева, сказанные давно, аж в 1918 году. Духи революции, сборник из глубины. И поразимся их соответствию и тому, что было, и тому, что есть. Вот начало этой цитаты. Нет уже старого самодержавия, а по-прежнему нет уважения к человеку, к человеческому достоинству, к человеческим правам. Нет уже старого самодержавия, нет старого чиновничества, старой полиции, а взятка по-прежнему является устоем русской жизни, ее основной конституцией. Взятка расцвела еще больше, чем когда-либо. Нет уже самодержавия, но по-прежнему Хлестаков разыгрывает из себя важного чиновника. Нет уже самодержавия, а Россия по-прежнему полна мертвыми душами, по-прежнему происходит торг ими. Личина подменяет личность. Повсюду маски и двойники, гримасы и клочья человека. Все призрачно. Призрачны все партии, призрачны все власти. Для Хлестаковых и Чичиковых ныне еще больший простор, чем во времена самодержавия. Повторяю, вот это сказано Николаем Бердяевым в 1918 году. Сталинщина, несомненно, вышла на этот простор и обволокла клочья человека своей призрачностью. Гул Востока накрыл ее западные писки. Сталинщина – это власть над обществом и индивидом, сначала сокрушающая этого индивида, стирающая его в порошок, а потом, потом нахваливающая этот порошок за верность себе. Главная пружина этого механизма – пролитие крови, насилие. И далее – растление человека постоянным, непрекращающимся враньем, 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 беспримерным по своему масштабу вдалбливанием в мозги и плоть фальшивых лозунгов и идеологем. Сталин создал огромный аппарат внедрения вранья во все области и закоулки человеческой жизни. Сталинщина – это всепроникающая сила внешне привлекательной фальши. Лже-бог заставил веровать в себя, поправ самые святые человеческие права на свободу и истинную демократию и преуспел в этом. Целью верховной власти Сталина было вылепить верноподданного раба, управляемого и организованного в трудовую армию, состоящую из бесконечного количества друг другу подобных нулей. Вот эта, эта всенародная армада антиличностей обязана была откликаться на любые лозунги и беспрекословно выполнять любые приказы. Однако одного послушания было мало. Следовало начинить каждого нуля пламенной большевистской идеологемой, да так густо заполнить пустоту дребеденью утопии, что человек окончательно переставал быть мыслящим, мыслящим самостоятельно, человеком, остановился хомо советикусом, то есть существом особого рода, идейным борцом. Это обязательно за торжество сталинского дела. Чем шире и глобальнее виделся его размах, тем больший фанатизм требовался для осуществления грандиозных с виду проектов. Переустройство жизни сверху донизу не могло быть достигнуто без переустройства внутреннего мира человека. Сталинщина врастала в печенки и в сердце каждого нуля, делая его мнимую значимость содержанием жизни. Все дела недаром звались свершениями. Строительство социализма объявлялось священнодействием, которое под мудрым руководством любимого Кесаря творилось в едином порыве масс. Именно этой парадигме противостояла так называемая личная жизнь. Она, вот эта личная жизнь, она как-то все время мешала то ли своей интимностью, то ли секретностью нашему новому государству строить и месть в сплошной лихорадке Будин, по выражению Маяковского. Вы только вдумайтесь, лихорадка Будин. Что-то не очень хотелось жить в лихорадке. Вам хотелось в лихорадке пожить? А мы с удовольствием жили в сплошной лихорадке Будин. Строили и мили. Личная жизнь оставляла человеку щелочку, в которую он мог скрыться от спускаемых сверху пятилеток и войн. Поэтому лишить человека личной жизни или хотя бы ограничить ее проявление было одной из задач госсистемы, требовавшей этого индивидуума, чтобы он всецело и до конца принадлежал некой идее, принадлежал с потрохами, чтобы она или он принес или принесла всю свою, а если надо, то и не свою, жизнь на алтарь в виде жертвы вождю, жертвы идеи. Сталинщина считала, личную жизнь надо присвоить, а лучше бы ее вообще отменить. Однако, как не силен был кесарь, как не лез в дома и коммунальные квартиры, насылал в них агитаторов перед выборами, которые, естественно, были лишь голосованием, как не пытался начинить советского человека ненавистью к любви и сексу. Далеко не все по этой части, далеко не все по этой части у товарища Сталина получилось. Народ, хоть расшибись, продолжал размножаться, продолжал любить. Что делать в этой непростой ситуации? Надо подчинить человека по полной программе, запустив в извивы его души исключительно общественные интересы, в первую очередь общественные, по возможности разделить полы, отсюда женские и мужские школы при товарище Сталине, вытравить из искусства какое-то подобие телесных связей, поцелуи в кино на крупном плане, надо показывать целомудренно, без участия губ и языка, а лучше вообще убрать, чтобы другим неповадно было, а Фрейде забыть, поскольку этого Фрейда нет, не было и нам не надо, и если у нас любовь, то только любовь яровая. Личная жизнь вредна, она полна разврата, и мы будем стоять на страже, не пуская к ней граждан страны Советов. Отсюда ночной просмотр итальянского фильма «Дайте мужа Анни Закао», на котором я побывал десятиклассником, по-моему, и бешеный успех индийского фильма «Бродяга», который свел с ума весь советский народ рассказом про нормальную любовь пари красавицы Наргиз. Помните? Да что кино, к тому же зарубежное, Есенина запрещали Сергея Есенина? И за что? Мелкотемья раз, мещанство два, пошлость три, аполитичность четыре, и, наконец, отсутствие классовой позиции. Шагане ты моя, шагане, звучит красиво, но нам такое шагане не нужно. Личная жизнь отвлекает и влечет. Нет личной жизни, нет переживательной литературе долой поэзию мелкотравчатых чувств и настроений. В восьмом классе я участвовал в школьном конкурсе на лучшего чтеца. Ну, это какой год был? 52-й, по-моему. Я выбрал письмо к женщине Сергея Есенина. На свою голову выбрал. И имел на вечере большой успех, особенно у девочек из соседней женской школы номер 635, которых мы пригласили на первый тур конкурса. Хотя с высоты сегодняшнего времени должен признать, что я, вероятно, был очень смешон, когда, выйдя на сцену нашего школьного актового зала, проникновенно произносил со сцены «Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне». Представляете, я восьмиклассник, а она мне в лицо бросала что-то резкое. И дальше, конечно, самое волнующее, самое с ног сшибательное. «Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучило, моя шальная жизнь». «Моя шальная жизнь» в восьмом классе. О, да, из уст восьмиклассника «Это вот самая моя шальная жизнь». Это было, конечно, круто по тем временам, сейчас бы так сказали, круто. И по тем временам, конечно, настолько непозволительно исповедально, что в актовом зале от неожиданности наступила, я помню, ну, просто оглушительная тишина. Однако, самый большой восторг у школьной публики, очевидно, вызвали следующие слова. «Что вам пора за дело приниматься, а мой удел катится дальше, вниз». вы себе не представляете, что это была за реакция. Почему никто не хохотал надо мной, я до сих пор не знаю, конечно, но овацию свою я, конечно же, получил. Девочки рукоплескали моей страстью и, конечно, есенинским стихам я все всерьез очень читал. И тут, конечно, после этого моего огромного успеха все испортила Лидия Герасимовна, моя любимая, надо сказать, школьная учительница по литературе, члена жюри, она подошла ко мне после концерта и сказала, «Хочешь на второй тур? Есенина со второго тура придется снять». Почему? удивился я. И тут я впервые в жизни, представляете, я услышал слово, значение которого я тогда не понимал. Я только много позже до меня дошло, что я тогда услышал. Она сказала «эротика». Да. Это слово было непонятное, оно звучало очень зловеще, как приговор. Я не стал спрашивать, что это такое, но понял, что эротика это что-то очень нехорошее и только спросил «Лидия Герасимовна, а Горького можно?» Она так на секунду задумалась и говорит «Горького можно!» Даже обрадовалась Лидия Герасимовна. Она не знала, какую свиню я ей задумал подложить. Через месяц на втором туре был такой же вечер с традиционным приглашением тех же девочек из соседней школы. Я прочитал «Девушку и смерть» маленькую стихотворную поэму Горького. Вот где была эротика, так эротика. Каждый из нас помнит этот замечательный поэтический шедевр Алексея Максимовича, про «Заика» Алексея Максимовича. «Жюри от ужаса онемело, зато мой зрительский успех был еще большим. Спорили, давать мне первую премию после такого успеха или не давать. Решили мудро, конечно же, первую не давать. Нельзя было давать за эту эротику первую премию. решили дать третью. Но все понимавшее и, надо сказать, болевшее за меня Лидия Герасимовна все же выторговала на заседании жюри для меня первый приз книгу Немировича Данченко о театре, которая полагалась чтецу, занявшему первое место. То есть я получил первый приз, но за третью премию. Она сказала, он, хотя неправильно выбирает репертуар, но читает хорошо по смыслу. А смысл действительно был какой? Эротический смысл. Ведь мне было известно, что товарищ Сталин произнес по поводу поэмы «Девушка и смерть». «Эта штука сильнее, чем Фауст Гёте. Любовь побеждает смерть», сказал Хлёстко. Это правда. И я понял, что эта штука, она, ну, я её вроде бы пробил на школьном вечере. Это было ещё при жизни товарища Сталина. Вот только вопрос. Личную жизнь моих родителей кто поломал? В 1937 году отец мой был арестован. В 18 лет он отсидел в сталинских лагерях. В результате мама и папа развелись. Всё моё детство без отцовщины. Кто виноват во всём этом? Потом только моего отца полностью реабилитировали, как невиновные, но было же уже поздно. Рабство есть сердцевина сталинщины, но рабству предшествует порабощение. Этой задаче товарищ Сталин посвятил всё своё пребывание у власти, используя изощрённейшую демагогию именем ленинской утопии. Победив фашизм, Сталинщина примазалась к народной победе и доказала только одно, что её тоталитарная система посильнее гитлеровской. Для доказательства своего правого дела Сталинщина пустилась во все тяжкие. На западе пол Европы оказалась под её железной пятой. На востоке коммунистический Китай и его наша тоже сателлиты Северная Корея и Северный Вьетнам впоследствии к этой фаланге Красные Кмеры присоединили Кампучию и в полной мере надышались этой самой Сталинщиной. Снова были пролитые реки крови и там, и там. Снова нам врали и врали и про Москву Пекин, и про Корейскую войну, да и потом и про Вьетнамскую. Опыты полпота над своим народом также сродни Сталинским три миллиона зверски замученных и укокошенных камбоджийцев. Заради чего? Заради, опять же, идеи Красной революции, идеи Красных Кхмеров. Все это очевидно, общеизвестно и вполне осознанно нормальным миром. Только мы, только мы продолжаем настаивать на правде сталинских репрессий. Я не оговорился. Именно так называется книга уже отошедшего в иной мир во след своему кумиру Вадима Кожаного «Правда сталинских репрессий». Не о сталинских репрессиях, а в родительном падеже. Чувствуете тонкость заглавия. Почувствуйте разницу. Основная идея Кожаного такова. Октябрьскую революцию, мол, сделали евреи, а сталинщина и холокост это, мол, расплата евреев за грехи перед русским народом. Охак! По этой же кожановской логике можно поставить вопрос, а за какие грехи, скажем, расплачивался русский народ в татаро-монгольском Иге, которое длилось 300 лет. Но Кожанову важно было навесить на евреев побольше вины, и ему казалось, что чем полнее будет список революционеров еврейскими фамилиями, тем он будет убедительнее для читателя. Все русские, грузинские, армянские, польские, украинские фамилии при этом забывались или упоминались вскользь, лишь бы составить сногсшибательный концепт для подогрева низменных ксенофобских страстей. И это тот же самый Кожанов, который открыл нам великое литературоведение Михаила Бахтина, начисто забыв о его зэковской судьбе, к которой правда сталинских репрессий имеет прямое отношение. В своем шовинистическом раже почвенничество этих патриотистов, именно патриотистов, а не патриотов, патриотистов, по меткому ироничному определению Виктора Аскотского, недавно, буквально на днях он, к сожалению, умер, имеет империю как идеал российской государственности, а наилучшим императором с вожделением и поддыханием называет товарища Сталина. Никого не заботит при этом, что слово империя нет в нашей конституции. Ну, нет в нашей конституции слова империя, а значит утверждение этой государственности просто-напросто антиконституционно. Труды Кожанова это одна из многих нынешних попыток оправдать большой террор и тем самым втащить прогнившее тело и дух Сталина обратно в мавзолей, вынуть его из-под земли у кремлевской стены и представить нам его в виде живого светоча по новой. Кожанов уже при жизни стал лидером, как известно, националистического крыла в писательской среде, эдаким гуру российской черной сотни новейшего образца. Другая его, человеконенавистническая, пронизанная зоологическим антисемитизмом книга названа подобно упомянутой «Правда черной сотни». Вот как Кожанов называет свою книгу. Не о черной сотне, а опять-таки правда черной сотни. Правда сталинских репрессий, одна книга, правда черной сотни, другая его книга. Таким образом, этот мыслитель сам подчеркнул близнецовую природу сталинщины и нацизма, да еще придав этому букету из двух ядовитых цветочков соответствующие качественному дерьму запашок. Представьте, ну представьте на секунду в современной Германии выход книжечки, на обложке которой, скажем, тиснуто «Правда гитлеровского Заксенхаузена». Возможно такое? Или «Правда коричневого нацизма». Ну что, что сделали бы с их автором нынешние немцы? Затеяли бы полемику? Или срочно отправили на суд филиал Нюрнберга? Скорее второе. А у нас можно. Сталин, видите ли, был прав, когда и дальше следует неосталинская проповедь. Сталинщина накрыла своей черной тенью пространство КГБшной России, поскольку прозябание в безнравственности сделалось нашим бытом. Интеллектуальные вертухаи типа Кожаного и примкнувших к нему сталинистов черносотенцев открыли свои поганые рты и извергают тонны яростных словословий в адрес великого кровопускателя. Все эти Прохановы, Куняевы и другие жадную толпу стоячие у трона лезут из кожи вон, чтобы только сбить толку незнающих своей истории людей и сделать из них скотов. Сталин болванил и эти оболванивают, продолжают нистовое свое вранье, называя его в наглу правдой, но Кожановские правды отличаются от истиной, как всем известная главная газета страны от реальности. Правда потому и свята, что руководствуются фактами, а не измышлениями по их поводу и без повода. Правду сказано народом в мешке не утаишь, но можно с большим успехом надеть ему народу мешок на голову. Там темно, там чем темней, тем в Сталинщине лучше. Обезглавленный таким образом народ не думает по простой причине нечем в темноте да не в обиде на кого обижаться на себя или на вождя. Кто виноват? Мы или он? А никто? Ведь все мы все мы так или иначе участники этой истории, а большинство соучастники. Народ ты кто? Быдло или все-таки народ? Сталин вот Сталин именно делал из народа быдло, а Сталинщина сделала руками НКВД, златоустами союза писателей, мастерами-ремесленниками союза художников и союза кинематографистов. Сколько мазни на этих иконах, псевдо-иконах, конечно, с ликом палача, сколько бетона потрачено на берлинскую стену, чтобы сохранить сталинистский мир, обособив его позорным разделением с миром, где выборы это выборы, а не голосование, где каждого бездомного котенка приютят в теплом месте, а не отправят на живодерню, где человек сам решает, в каком месте ему лучше жить, куда он хочет поехать и в какую церковь пойти помолиться. Сталин щена, Сталинщина запрещала нам все, от Булгакова до могилы на том кладбище, где лежат наши родители. Живите покороче, говорила нам Сталинщина, и не задерживайтесь на этом свете, ну-ка, побыстрее, побыстрее. И мы послушно выполняли этот приказ. Умирали раньше времени. Народ наш вымирал раньше положенного ему Богом времени жизни, самый распространенный сюжет трагедии тех лет жил, умер и забыт. От многократного употребления слова убит путались, умер. Ничего страшного, все умрем. Ну, подумаешь, миллионы погибли. Я же жив, и мой сосед тоже в порядке. Закуска есть, бутылка на столе, а что еще советскому человеку надо. Словечко «Совок», пущенное много позже, в оборот, во времена перестройки, автор, певец и композитор Александр Градский припечатала Сталинщину за ее главное преступление создание уникального изделия, имеющего человеческий облик, но человеком все-таки не являющегося, ибо совок это другой менталитет, другая психология, другое представление о зле и добре. Все искажено, все безбожие. Сталинщина изготовила мракобесное чудовище, живущее без фундаментальных ценностей, вне культуры, по инстинктам расплодившихся кроликов и рыскающих по белу свету и по магазинам волков. Их можно пожалеть, но любить их нельзя. Я люблю Россию вне Сталинщины, вне ее современной дьяволиады. У нас были и есть, подчеркиваю, были и есть гениальные, честнейшие люди, перетерпевшие Сталинщину и выбросившие ее из своего нутра. Солженицын и Сахаров сделали это за нас и для нас. Так что мешает нам освободиться от бесконечного вранья сталинистов, для которых жить не по лжи пустой звук хуже горькой редьки. Пусть медленно, пусть со скрипом, но нам придется это делать, иначе гибель, иначе смерть. Нынешний демографический показатель убывания каждый год по миллиону россиян это что? Это Сталинщина сегодня. Уже вроде таких концлагерей нету ти, а вот поди ж ты, смертность растет, и видно, как ухмыляется на каждых похоронах летающий в нашем пространстве призрак в сапогах и с усами. Сталинщина въелась в мозги и души людей. Эта порча настигает каждого, как свиной грипп или эпидемия паранойи. Система подавления срастается с системой мышления, если, конечно, подмышлением понимать его отсутствие. Свобода имитируется. Рабу с утра до ночи вдалбливают, что он свободен, и он, конечно же, наполняется уверенностью, что это так. От совковости нас излечит только свобода. Настоящая, немнимая, не по крохам, а настоящая, то есть всеобъемлющая, всепроникающая. Не для того Горбачев отменял цензуру, чтобы мы смотрели с утра до ночи сериалы по псу и танцы на льду. катастрофизм, которым полна наша сегодняшняя жизнь, есть следствие той общеглобальной показухи, которую Сталинщина выстроила как основу основ. Если до сих пор говорят о заслугах товарища Сталина, то они, эти заслуги, связаны прежде всего с показухой, будто «Стахановское движение», фильм кубанские казаки или даже высотные дома в Москве, построенные, кстати, подневольным трудом тех же зэков. Главные козыри сталинистов, кроме, конечно, победы над дружественным до войны Сталину фашизмом, это индустриализация, непрогресс, стройки коммунизма на Волге, лесополосы и торфоперегнойные горшочки в нечерноземной полосе. Это все неоспоримо, однако создано, по примеру Петра на костях, работяг и при обязательном участии огромной трудовой армии заключенных. Мы забыли об этом? Плохо, если забыли. Катюши создавались в арестантских конструкторских бюро нашими талантливейшими людьми. Туполев сидел и придумывал свои самолеты там же, зато в области балета мы были впереди планеты всей. Слава Богу, что хоть балет был впереди планеты всей. Сталин душил генетику, душил кибернетику, преступно отбрасывая страну на последние места в научных разработках, но не брезговал воровством чертежей из ненавидимой им за границей не только атомной бомбы, но и автомобилей. в школах, в наших школах, что мы забыли, запрещали писать авторучками, танцевать румбу и фокстрот, отдавая предпочтение бальным танцам. Помните, по адеспанец хорошенький танец и краковяк, вот это можно, другое нельзя. И заставляли ходить парами по кругу во время перемен. Школы делились, я уже об этом сказал, на мужские и женские, только чтобы на уроках физкультуры мальчики не видели, как переодеваются девочки. Джаз, джаз, это музыка толстых по блестящему определению худого, как жертв горького, был первейшей опасностью для сталинщины. Почему? Ну, потому что сталинщина не выносила никакой импровизации, никаких контролируемых джемсейшенов. Собрались, понимаете ли, и музицируют. Молодых людей, имевших длинные волосы, стригли наголо, вероятно, зная, что придут странные времена, когда в нашей стране бритоголовые в черных рубашках со свастикой будут носить гордое звание русских фашистов. Сталинщина выпустила наружу прятавшуюся в глубинах усредненного и иногда, а иногда и отмеченного талантом человека паршивость, освободила его от мук совести, провозгласила бесстыдство как норму поведения. Возникает ключевой вопрос. Отчего стало возможно всенародное падение в безнравственность? Откуда взяла Россия энергетическую способность к столь диким проявлениям греха, и почему дьявол избрал именно Россию для своих экспериментов над жизнью и смертью? бабушка моя когда Сталин умер начался похоронный стресс повсюду сказала узнав а мы жили между Неглинкой и Петровкой узнав что на Трубной площади толпа раздавила насмерть около пятисот человек вот я сказал мы жили между Неглинкой и Петровкой двор рядом и трупный запах ударил в ноздри нам всем бабушка сказала так антихрист сдох и взял их с собой я тогда был ну не слишком в возрасте 16 лет и не понимал конечно же глубинного смысла тех слов но хорошо запомнил как мама замахала рукой тихо 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 соседи услышат много позже я понял что зримый Христос метафизически возвращается к человечеству с целью наделения миру любви любви вселенской и света небесного Христос занимается внутренним спасением каждого грешника и приводит его к очищению наполняя человека осмысленной радостью бытия в котором нет места ненависти и неуважению к другим мы постигаем Бога исправляя и направляя себя к лучшему и царство Божие является этим лучшим антихрист антихрист напротив опустошает человека вселяет в него глобальную скверну вселяет безумие и страх вносит атмосферу конца света в реальность где торжествует насилие и ходит ходуном смерть мы зовем такое явление исчадием ада вот этим и занимался как раз товарищ Сталин так выбирай человек выбирай народ выбирай человечество Россия несомненно в тот момент выбрала антихриста который понравился своей теории утопии а затем к сожалению и практикой сказался многовековой разрыв между культурой и бескультурьем бедными и богатыми справедливостью и несправедливостью произошло исторически насыщенное накопление зла в одном месте нарыв прорвался в революции в ее первородстве с бесами о пришествии которых так умно и страстно просигналил нам Достоевский вообще тема Достоевский и Сталинщина мне представляется чрезвычайно актуальной ну здесь не место исследовать и анализировать преступную деятельность вождя проверяя ее с помощью романов преступления и наказания подросток братья кромазовы идиоты и наконец бесы однако императив если бога нет то все дозволено дает ключ к пониманию того что как и почему произошло в христианской по преимуществу державе Сталинщина не только обрекла Россию на пустотное существование и умерщвление народов ее составляющих но еще и опозорила великую по сути страну сделав ее жупелом и кошмаром в глазах других стран и народов это больно признать потому что мы любим свою страну но придется нам это признать потому что мы должны быть честны честны прежде всего перед собой и перед своей историей легенда о народе богоносца была разрушена неистовой нетерпимостью Сталинщины антихрист занял место бога и пошло поехало вдруг выяснилось что в любой толпе имеется энное количество потенциальных палачей и ничтожеств для которых убить расстрелять пара пустяков вы заимев право расстреливать начни с себя но почему-то мало кто воспользовался этим советом удивительно другое и в Германии и в стране Геота и Баха и в стране советов родине Достоевского и Чехова исполнение кровавых мерзостей было плевое дело почему ну почему кстати если Антон Павлович призывал выдавливать из себя раба то Сталинщина наоборот так сказать вдавливала вдавливала раба в себя и это здорово получалось масса за редким исключением вела себя послушно и совершенно не страдала от творящегося вокруг безобразия я имею ввиду нравственное страдание вспомним Лермонтовское и вы мундиры голубые и ты послушный им народ но хочется не то чтобы поправить горестный вопль поэта патриота а немного уточнить народ послушным не бывает послушным бывает население то есть те кто в отличие от народа потерял нравственные ориентиры и творит зло со спящей совестью Россия подмятая Сталинщиной пребывала в испуге и лени легла под Сталинщину признав за ней всепобеждающую силу униженные оскорбленные один раз пошли гуртом за большевиками а на второй раз кроме Кронштадта и Тамбова чьи протесты были показательно подавлены и утоплены в море крови против восставших тамбовских крестьян как известно применялись даже газы духу не хватило да и всеобщий энтузиазм и пафос устремляющий общество к всеобщему счастью сдвигал мозги на бекрень самые умные конечно все понимали и затихали глупые и недоразвитые прекрасно обустроились в сталинском лепрозории они вступали в партию и быстро быстро становились плоть от плоти режима от слова режь на страшном суде не страшно страшно было на партсобрании объявят вредителем врагом народа и пиши пропало лучше я буду первее и донесу куда следует на друга на соседа на сослуживца раньше чем он на меня вот недавно прочитал в газете признание Никиты Сергеевича Михалкова я сам на себя написал донос чтобы не вступать в партию вдумаемся донос на самого себя так делалось самое черное дело сталинщины бывший народ богоносец превращался в податливый предаток сталинщины тиран делает с нами все что хочет а мы делаем все что хочет тиран договор подписан и обжалованию не подлежит конечно конечно за политическую деградацию народа ответственность несет интеллигенция Ленин это понимал и считал интеллигентом простите цитирую говном что же должен был считать Сталин по всем интеллектуальным параметрам казалось бы уступавший Ильичу Сталин должен был пойти дальше своего учителя и показать что есть что-то что ниже этого самого говна есть лагерная пыль отсюда прагматичная и холодная как сталь решение уничтожить элиту и на ее место поставить своих хлуев и прихвостней единственное перед чем вождь иногда терялся это перед большим талантом пастернака видите ли он уважал поскольку этот небожитель его словечко проявлял к вождю искренне искренне личное верноподданничество хотя весь маразм и ужас текущего момента конечно же Борису Леонидовичу был отвратен Борис Леонидович был патриот своей страны это был великий русский поэт ничуть его не хочу умолить но в оценке товарища Сталина к сожалению он ошибался Сталинщина с одной стороны делала интеллигенцию говном а тех кто сам не делался тот и обделался элиту дробили страхом ведь страх 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 чувствовать себя на мушке и одновременно творить но это было невозможно вот Пастернак как раз был в ощущениях этого страха он защищал человечность и защищал свое собственное достоинство он не подписывал никаких коллективных писем поддерживавших смертные приговоры врагам народа он сам он боялся что ему постучат в дом он видел судьбу Мандельштама он пытался защитить его не удалось почему страх страх и еще раз страх отдельный самые выдающиеся лица оставлялись нетронутыми в качестве этаких деликатесов Эренбург Симонов Шолохов Эйзенштейн Шостакович Прокофьев и другие за их активную лояльность и поддержку пусть с некоторыми ответвлениями в сторону гуманизма генеральной линии другие шли в гарнир и беспощадно ликвидировались список этих людей этих талантов астрономический и еще была тончайшая прослойка из недобитков Ахматова Станиславский Немирович Вернацкий Шкловский Тынянов Пришвин скамейка не вся но короткая этих Сталинщина или проспала или не догнала по причине усталости палачи знаете ли если перетрудились иногда тоже становятся вялыми до такой степени что нажатие курка лишний раз делает профессию скучной и однообразной а может просто руки не дошли вон Ахматову как гнобили но не догнобили и на старуху бывает проруха старуха в данном случае Анна Андреевна новую управляемую элиту сварганить в общем-то удалось я бы воздержался называть ее приспособленцами потому что слишком жестоко осуждать людей за то что они хотели выжить держа голову на плахе при занесенном топоре есть правда другое словечко в русском языке лизоблюд оно хлесткое но образное и поэтому наиболее точное я прежде вольность проповедал царей с народом звал на суд но только царских щей отведал и стал придворный лизоблюд это четверостище неизвестного автора адресованное чуть ли не самому Александру Сергеевичу за проявление поэтам хвалы свободной Николаю уже через год после виселец декабристов можно отнести к тогдашнему самоздату но в наше время его к месту вспомнил Соломон Волков в своей чрезвычайно важной именно сегодня книге Шостаковича Сталин художник и царь да царь именно царь рассказывают будто Сталин однажды приехал в Грузию и в разговоре с матерью на ее вопрос Сосо а ты кто там в Москве теперь вождь ответил ну вроде царя то есть он сам со спокойной совестью идентифицировал себя с должностью ради свержения которой большевики вздыбили Россию русский царь надо сказать существо особое он этакий фараон в косоворотке божество в сапогах во-первых он должен быть грозный это обязательно во-вторых занят тем чтобы оправдать свои окаянства грозный но не грязный в-третьих надо чтобы его не просто любили и обожали а в трепетании своем ежеминутно присягали на верность и величали как Бога из этого триединства возникает тирания не как что-то случайно произошедшее в истории а как сознательно сорганизованная система в которой верховная власть есть законный беспредел единоначалия при рабстве миллионов подданных Сталин это понял и на полном серьезе стал подражать как известно Ивану Грозному будучи по психологии своей разбойником самозванцем Иосиф Первый принял образ русского царя его самым крайним выражением царь изверг царь бес царь чудовище во времена когда сажание на кол было общепризнанным средством исправления ума через задницу в буквальном смысле Сталин наверняка чувствовал бы себя своим человеком во всяком случае ему было бы немного комфортнее лить кровь подданных так сказать напрямую то есть самому убивать сына посохом а не публично саморекламно отказываться от его спасения из немецкого плена или созидать опричнину простым повелением сыскать и растерзать а не тратить свои силы на какое-то там теоретизирование по поводу возрастания классовой борьбы по мере перехода от капитализма к социализму раньше сбросил товарища с колокольни и порядок теперь труднее надо через политбюро казни проводить обсуждать отдельные кандидатуры на тот цвет поочередно или спискам но с грозным возникли и расхождения небольшие правда но все-таки к примеру у грозного был курбский у сталина троцкий с курбским правда царь вступил в полемику а всякая полемика болтовня да и только тут грозный перестарался умничать начал аргументы приводить а у товарища Сталина свой аргумент был выставлен ледорубом сзади по спине раз и никакой полемики великий государь должен идти на великие жертвы без всякого покаяния это их постулат это его постулат а Иван сутками на коленях стоял после своих убийств попытает боярина лично пожарят его на огне или там шипящую железяку кличку его приложат и устал убил и пошел помолиться грех покаянием отмыть ну это что в самом деле ну куда это годится отрыжка религиозного сознания правильно Ильич говорил кокетничание с боженькой заигрывание с боженькой как хотите для большевика это недопустимо мы атеисты и не просто а воинствующие нам это достоевщина ни к чему убил старушку и в трактир пиво пить со всякими мармеладовыми а Евангелие вслух с уличной девкой читать и на площадь потом выходить чтобы на коленях стоять это уж увольте это жизнь выдуманная литературная она далека от настоящей жизни мы не со старушками дело имеем вот тут я процитирую Ивана Грозного невозбранно казнить изменников опалою смертью без всякого стужения без всяких притительных докук со стороны духовенства лишь тогда соглашусь взять свои государства вот это слово Ивана Грозного можно сказать руководство к действию товарища Сталина но кто конкретно может и должен осуществить или помочь осуществить эту гигантскую работу ох тяжела ты шапка мономаха вступившего в ВКПБ а ранее в Месомедаси Сталинщина это царство где кадры решают все но единоличная власть над этими кадрами решает еще больше но что это значит в конце концов быть царем и не просто царем а царем России где всегда миллион проблем и разноголосится мнений где испокон веков нет и не было уважения к человеческой личности индивидуальности говоря сегодняшним языком к инакомыслию мудрый точнее умудренный жизнью великий грузинский поэт Ираклия Башидзе вспоминает в своей книге колокол 30-х годов слова Сомерсета Моэма не менее мудрого английского классика цитирую надо полагать что для управления страной требуется специфический талант совершенно независящий от общей талантливости для управления страной не требуется большого ума позднее я знавал в разных странах немало политических деятелей достигших высоких постов и тоже бывал поражен тем впечатлением интеллектуального убожества какое они на меня производили конец цитаты Сталин в роли царя позаботился чтобы его труд по вопросам языкознания производил на всех впечатление этакого ученого труда он там критиковал с царского трона одного из своих подданных академика Марра но Марр как известно знал 40 языков а вождь излагал свои псевдомысли можно сказать языком пятиклассника простыми предложениями впрочем держа в зубах пол человечества говори как хошь будут коленопреклоненно слушать и аплодировать все таки автор был царь и все лизоблюды кормились царскими щами и не требовали никаких новых меню сталин плодил великое множество маленьких таких крохотных сталиных по всей стране таких же властных не слишком грамотных недоучек серых людишек которые становились его приспешниками и на их ошейниках гравировалось имя хозяина этому 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 сталинщина наштамповала тысячи тысяч таких начальников и их подчиненных которые собственно и составили остов системы щедринский проект о введении единомыслия в россии сталинщина воплотила целиком можно сказать и полностью а угрюм бурчеев из города глупого стал безупречным пророчеством страны казармы порядки в которой при всем сюрреализме и сатирическом фантазме как две капли воды оказались похожи на то что отчебучили товарищ Сталин в СССР а его лучший ученик товарищ Мао в Китае конечно можно сколько угодно говорить что у Иосифа Виссарионовича были благие намерения что психологически он был фанатично предан революционным идеалам и террор это ну это просто вынужденная мера поскольку ничего другого история не предлагала а социализм обязан был победить любой ценой слышите любой мол лес рубят щепки летят что поделаешь Троцкий действительно был врагом Сталина и логика революционной борьбы заставляла быть беспощадным однако тут же встает как говорится цена вопроса Мао говорил что если для победы коммунистической идеи надо погубить пол мира пол мира то он к этому готов ну он готов к этому понимаете и Сталинщина по-герострадски сожгла храм зачем так было надо надо заради великой идеи заради великой утопии Маркса Ленина Энгельса Сталина нравственный аспект при таких подходах устраняется к черту Россия по боку Бог народ в яму лишь бы идея идея победила а я сохранился на троне ну сохранился ну победила а свет погас а жизни не стало чтобы потянуть выполнение своей безнравственной задачи советский угрюм бурчеев должен был создать ни с чем не сравнимую систему подавления и вперед а поскольку главным критерием кадровой политики являлась собачья преданность тирану а вовсе не профессионализм страна получила орду орду тупых администраторов знавших по максимуму что дважды два четыре но если царь скажет пять будет пять имеешь два класса церковно-приходской школы будешь наркомом дипломатом генералом писателем кем угодно партия послала я сижу руковожу их называли выдвиженцами это значило чем больше неадекватность тем больше тебе будет доверия чем больше некомпетентность тем выше тебе должность отсюда наломать дров считалось заслугой каждого нового начальника быстро осваивавшего на своем посту методы и демагогию Победоносикова который любил повторять я и мой аппарат тут у Маяковского не хватало одного слова аппарат насилия подразумевающего государства но оно насилие конечно же угадывалось бывший городовой а ныне музыкальный критик это не шутка Ильфа и Петрова это реальный персонаж тех времен времен сталинщины все не на своих местах но все верят диктатору и потому процветают все заодно а те кто поет не с нами тот против нас пение хором обезличивало но создавало впечатление несокрушимого единства всех ноликов над которыми возвышаются отдельные проверенные единички чуть что на ошибках учимся но почему какой дурак это придумал что нужно учиться на ошибках этого никто не объяснял люди толпы маршировали не только ногами они маршировали мыслями их конвоировали мысли конвоировали но при этом внушали что они самые свободные шаг влево шаг вправо помните расстрел это предупреждение охраны распространялось в любой сфере будь то культура наука образование сталинщина строила людей в отряды и тех кто выбивался из строя если не расстреливали то затаптывали все общество таким образом делилось на конвойных и под конвойных сталинские соколы требовали абсолютного единства вплоть до полного сращения тех и других они хотели искреннего почитания и добивались его они хозяйничали не в небе а на земле им было имя легион ударный отряд образцовых сталинских кадров их снимали и награждали хвалили и критиковали но верные сыны партии Ленина Сталина всегда должны были быть в авангарде любой мерзости интеллектуальное убожество это самое превосходное качество ревнителей зла и потому страна была брошена на растерзание к ногам всепроникающей серости нет они не правили страной они ее заправляли посмотрите рукописи Кагановича но это тексты уровня человека который слово корова пишет через ю а в слове из трех букв безошибочен поскольку видел его на заборе Жданов не менее выразительный пример образованности но ее хватало чтобы руководить разрушением великой русской культуры и утверждать тошнотворные идеологические догмы конечно сталинчине требовались и умы и таланты но команда к ноге произносимая круглосуточно и круглогодично вершила порядок в разбое приручение талантов шло по испытанной схеме запугать замордовать заставить прославлять ничего что примитивно ничего что пошло банально серо тривиально зато идейно правильно среди сталинских лауреатов конечно же попадались и достойные художники чаще всего в области музыки самого трудно читаемого с точки зрения идеологии специфического искусства также отмечались ученые сделавшие открытия во славу нашей советской науки все премии оборонщикам а их было немало естественно засекречивались но общая общая гнетущая атмосфера в обществе сказывалась во всем в каждой ерунде или мелочи мне например символом того времени кажется кружка прикованная цепью к бачку вы помните все бачки имели такую кружку на такой железной цепи чтобы попить воды в пионерском лагере надо было воспользоваться этим нехитрым изобретением за которое тоже можно было наверное схлопотать сталинскую премию зачем цепь вот вы мне скажите зачем а чтоб кружку не скоммуниздили так или не так где в мире еще такое увидишь символ страны эта злосчастная кружка на цепи припомнилась мне с особым метафорическим смыслом когда я прочитал у товарища Сталина о себе да да великий вождь снизошел вниманием своим и к моей частной судьбе не верите тогда читайте вернее я читаю а вы слышите товарищам Жданову и Акулову недавно стало известно что один из матросов Марата остался в Польше выходит этот матрос совершил преступление предусмотренное последним законом об измене родине необходимо сообщить мне незамедлительно первое арестованы ли члены семьи этого матроса и вообще привлечены ли они к ответственности второе если нет кто отвечает за проявленное бездействие власти привет и точка Сталин действительно это был привет товарища Сталина адресованный как я понимаю лично мне ведь я тоже был членом семьи врага народа значит подлежал аресту в приведенной записке вождь поставил вопрос как раз о цепи на которой должно было держать не только мы какие-то кружки у бачка но и людей речь в ней шла о кочегаре линкора марат некоем воронкове решившим остаться за границей во время визита советских военных кораблей в город Гдыню дело было в 1934 году и Сталин уже державший в уме большой террор террор большой начался с 1935 года как мы знаем рыскал глазами по сторонам в поисках его причины найти причину для большого террора и мелкий случай с воронковым подвернулся ему вовремя сразу по прибытии марата в кронштадт были арестованы все матросы стоявшие с воронковым в одной вахте все далее вся машинная команда затем офицеры и старшины электромеханической части и наконец с командирского мостика вот такая вот обширная семья оказалась у кучегара воронкова совершившего побег в одиночку а отвечай все подряд «Чтоб Бедный испугался, ведь он член семьи, и ему же, по его же закону, полагалось бы ни много ни мало десять лет. Цепь – это круговая порука. Сталинщина посадила на цепь весь народ сверху донизу. Все мы сидели прикованные у бачка, а ведь, бывало, в нем и воды-то не было. Царь постоянно воспитывал нас в духе преданности самому себе. Диктатор капал нам на мозги, начиная с детского сада. В школе, в институте висели миллионы его портретовых художественных изображений. Особенно, вот лично меня, поражал портрет работы художника Таидзе, растиражированный настолько, что он снился по ночам народам всей страны. Этакий один сон на всех. Сталинщина создала тот самый китч, ироничное воспроизведение которого современными художниками Комаром и Меламидом, знаете таких? Ну и вот, это современные художники, сделал с целым направлением в искусстве, получившем по принципу соединение несоединимого название соцарт. Ведь в этой стилизации, подубогий сталинский стиль с его помпезностью и доходящей до самопародии абсурдности, вся эта безвкусная, бездарная эпоха. Номенклатура требовала «сделайте мне красиво». И сталинские клопы, молодежь, читайте, Маяковского, вовсю старались не подкачать. Лик царя приобрел рекламно-открыточный вид. Это был своеобразный сталинский гламур, во всяком случае, глянец художественного образа. Ну, гламур – современное слово, но глянец, конечно же, был. Глянец художественного образа, вождя, был так же далек от реального прототипа, как его белоснежный китель. Помните кинофильм «Падение Берлина» от телогрейки «Зека»? Так же отличался. Миф созидался под режиссурой языческого башка, главного героя этого мифа, как всякий тоталитаризм. Цезарь, Каллигула, Ричард, Грозный, Наполеон, Муссолини, Гитлер, Мао, Кастро, Пол Потт и другие. Нуждался в мифе. Миф нуждался в мифе. Так Сталинщина должна была обеспечивать свою жизнеспособность грандиозными компаниями, требовавшими соответствующих вложений в нищие, в общем-то, стране. Но миф срикошетил. Сталинщина обернулась полнейшим провалом и в истории, и в сознании нормальных людей. Теперь она в подсознании, она ушла в подполье, из которого ее выводят новые параноики типа Проханова, Зюганова уже, мне кажется, сдулись. Все махровые преступления 20 века общеизвестны. 60 миллионов погибло в России, 35 за ее пределами. Это общий итог коммунистической диверсии, обрушившейся на мир в недалеком прошлом. Львиная доля всех этих жертв на счету Сталинщины. Пострадал генофонд всего человечества. Но Россия и тут впереди всех. Физическое истребление людей переросло в духовную деградацию общества, которому стали дофеньки старые жертвы и пофигу новые. Сталинщина и раньше опиралась на отребье, на люмпен. Тоже и теперь. Апологета мусатого вождя и сегодня нужды пустоголовые и бритоголовые. Вписать свастику в красную звезду – вот сегодняшняя цель необольшевизма. И ссохшая гнилая ветка ленинско-сталинского учения грузится ныне националистическим багажом. Мразь оживает, подымает голову и дышит нам в лицо новым зловонием со старым запашком. В России нынче миллион двести тысяч заключенных. Это население небольшой страны, но большого города. «Посадить бы всех, да тюрем не хватит!» – раздается голос из какой-то щели. «Хватит!» – отвечает ему некто, знающий гигантские и необозримые возможности сегодняшней России. Многократно ставился вопрос о суде над Сталинщиной. «Тщетно! Тщетно пока!» Вместо этого мы получили Сталина под телемаркой «Лицо России», а на станции метро «Курская» втихаря восстановили пропагандистскую строчку сталинских времен. А и в самом деле из песни слова не выкинешь. Только с чем и с кем такая Россия собирается шагнуть в будущее? Россия вперед! Со Сталиным или без? Вы хотите для нее новых трагедий? «Мало вам, бесстыдники, безбожники, насильники и палачи!» Пепел отца и мамы действительно стучит в мое сердце. Суд будет, и он давно идет, с того самого первого мига, когда оборвалась кружка от того самого бачка, потому что полетела та самая цепь. Никто и не думал, и даже в самом дурном сне представить себе не мог, что не пройдет каких-то там трех слишком десятилетий, как сталинский царизм, иначе эту систему не назовешь, начнет трещать по всем швам и рухнет почти бескромно в течение трех суток. Но, конечно, эпоха Сталина не кончилась. Сталина пытаются реабилитировать, сталинщину постепенно возвратить. Вот только на этот раз гремучая смесь красного с коричневым будет пострашнее того, что было, того, о чем я вам рассказывал. Усы и усики, соединившись, дадут неведомую, но вдвойне ядовитую смертоносную заросль. Признаки этих ошеломительных процессов, к сожалению, налицо. Ползучая гидро Сталинщины и гитлеризмы генерируют в себя снова, но уже в двуединстве. И только новая, стабильная демократия, настоящая демократия, настоящая свобода слова, настоящее слово правды. Вот это слово может, я верю, может оттащить Россию от смердящего сталинского трупа, вынутого сегодня на поверхность. Оттащим, потому что хочется верить, мы на свободе. Ну или еще на свободе. Для того, чтобы свобода все-таки сохранилась, написано это документальное повествование. Мои многострадальные родители, мои папа и мама лежат в разных могилах на разных кладбищах. это сделал Сталин. И я его не прощаю. Спасибо, Маргар Григорьевич. Спасибо за ваше выступление, за вашу гражданскую позицию. Спасибо, живому телевидению. Я надеюсь, что нормальные люди, которые меня слушали, откликнутся, их отклик будет нормальным. Спасибо. Ну вот я от имени нашего телевидения, живого телевидения, www.tv-l.ru Прошу всех заинтересованных лиц писать свои отзывы о нашей передаче. У нас есть чат, и мы можем предоставить тем, кто хочет отозваться, слово на нашем телевидении. До свидания, до новых встреч. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok